Добрый день, дорогие друзья! Вот в такие моменты я радуюсь, что я люблю ветер. У меня нет волос длинных, которые летят постоянно на лицо. Сегодня у нас начался сильный ветер. 10-12 метров в секунду продувает север. С утра было вообще холодно. Мы начинали это утро на Кизилташском лимане. Откатал как кайтер. Давайте вам один из моментов покажу. Ну а после этого мы решили прогуляться на пляж песчаный, на котором мы можем спрятаться от этого самого ветра и рассказать вам об этом месте. Хотя в этом году мы показывали это место неоднократно, и вы можете его опять увидеть. Называется Нудийский пляж. Один из лучших с великолепной деревянной лестницей и спуском к морю. Пойдемте посмотрим, насладимся красотой и искупаемся в самом лучшем чистом море. Вам всем привет, Черноморский. С вами Юрий Озаровский и Ксения. Хочу вам показать те места, которые выглядят пока еще вот так. В скором времени здесь все застроят. Новая Анапа, по изысканию уже все проведены. К 2024 году в весне должны быть уже проекты готовы и начнут уже сооружение. Хотя сейчас на Бугасской косе ребята приходили с корабликом, запускают, замеряют глубины. Со стороны моря тоже работали с этим корабликом. Я так понял, что это тоже кеодезические изыскания, потому что хотят строить и острова. Тут короче такой проект может бахнуть, что нам такое не снилось. Дубай будет нервно курить в сторонке по сравнению с тем, что будет в Анапе. Так что не спешите никуда переезжать, оставайтесь у нас на Черном море, если вы любите такие же моменты, которые построены там. Температура воздуха у нас сегодня раскачалась уже до 28. Точно такая же, как и в прогнозе. Но ветерок с утра был холодный, сейчас даже довольно таки теплый. По мне и Ксюху по одежде. Вот видите, маечки в шортах босиком и Ксюша у нас более тепло одетая. Хотя она уже тоже начала немножко раздеваться. Но ветерок все-таки действует на всех по-разному. Поэтому не угадать, какая одежда вам на самом деле нужна. Хочу вам показать, ребята, такой вот небольшой прикол. Видите, вот эти вот колючечки. Они пробивают очень сильно велосипедные колеса и так же втыкаются в ноги. Представляете, я только что наступил на них. То есть вроде бы такой зелененький, их не видно. Наступил адаш. Но они так размножаются, природа их таким создала. То есть увидите такие растения, не наступайте на их. Мне было очень больно. Я ж иду босиком. Я ж красавчик. Любитель ходить босиком, лучше, наверное, шлепаться было бы. Мы, кстати, заходим на территорию, которая уже будет защищена от ветра. Видите, здесь по бокам такие брусферы, дюны. Это песок наш, кварцевый, любименький. Невероятные виды. Сюда можно бац, с палаточкой встать или туда дальше прогуляться. И красота чистая. О, слушайте, а что это за ягоды такие? Все дерево красненькое. Как будто вишня. Но, походу, это не вишня. Что это за ягоды? Я не помню, но мы с дабыли их собирали. То есть они должны быть вкусные? Они офигенные. Они не просто вкусные, они очень полезные. Точно? Это не какая-то волчья ягода? Давай покажем нашим зрителям. Может быть они и скажут название этих ягод? То есть их можно есть? Да. Ешь. И что? Мне кажется, они невкусные. Если мы умерли, ребята, это благодаря Ксюшу. Они почему-то никакие. У нас там они были со вкусом. Ну, поинтереснее. Эти какие-то странные. Вот смотрите, кстати, сколько мусора люди здесь накидали. Приезжали, отдыхали, никому ничего не платили и мусор кидали. Люди возвращаются уже с пляжа, а мы только на море двигаемся. Огромные пространства и территории из песка. Самое интересное, когда подходишь к краешку, здесь у нас красота. Нашего Черноморского побережья открываются в полной мере. Здесь как будто какой-то люк. Бочка там стоит. Есть немножко лендистов на пляжике. Ну и самое главное, что там нету ветра. В принципе, сейчас любой пляж можно считать нудистским. Мне кажется, что нудистов, ребята, здесь гораздо больше даже, чем вот там с левой стороны обычный пляжик. Всем, как говорится, хорошего отдыха и великолепного настроения желаем. Море здесь великолепное. Самое интересное, вот, конечно, эта лесенка, она немножечко уже под уставши. Там вот надпись такая, оставь сюда одежду всяк сюда входящей. Я хочу немножко еще прогуляться по вот этим горам, потому что всегда приходили в одно место, когда ты не ходишь, ты куда-то не узнаешь еще каких-нибудь прикольных мест. Ксюша у нас уже поднялась чуть выше, потому что, мне кажется, здесь виды открываются еще гораздо круче. Вот это та самая вся полянка. Кстати, мужик голый стоит, на которой можно было размещаться раньше с домиками. Сейчас это природоохраняемая территория, Анавская пересыпь. Красиво? Мы были там. Да, отсюда вообще вид на Бугасскую косу невероятный. Это все песчаные дюны, пока заросшие, ребята. И такой большой обрыв вниз. Обидно, конечно, что такую природную территорию, салфетками закидывает. То есть многие сюда ходят в туалет. Смотри, полив написано, то есть как будто деревья сажали и поливались. Они протянули воду дальше. Еще одна такая отсек закрытая территория, можно прийти на отдых и сидеть там в одиночку. Девушка одна нудит. Тут один мужчина нудит, там два мужика нудят, там парочка нудит, там еще семейная парочка. В общем, мы наполовину, получается, вдоль этого все. Бери-ка, можно гулять. На К-5. Будьте внимательны, восьмком. Мы уступаем тебе путь. Веди нас, куда приведешь. Ты так иди еще пш-пш-пш-пш делай. Как думаете, ребята, мы найдем гадюку нормальную? Ксюша такая, а-а-а, все, отвалилась. Смотрите, сколько стрекоз. Ну вот, даже тут кто-то бегал по-любому. Змеи есть везде, что переживать, но они не нападают на людей. Я понимаю, если ты на нее наступишь, она тебя укусит. Вот так разойдитесь в разные стороны все. Ты меня бросила, держи меня. Мы так подумали, пойдем на обычный пляж. Просто здесь людей меньше. Смотрите, что мы нашли. Прямо на траве пчелы тут живут. Ну, я думаю, их лучше не будить. Как думаешь, не будить лучше? Мы нашли мед. Мне тут все больше и больше нравится ходить. Единственное, хотя бы чтоб он себе отдел, было бы вообще классно. Потому что такие места очень интересные. Можно где-то затриться, затихариться. Смотрите, кайфовать. Просто идеально. Это все наши дюны великолепной Анапы. Смотрите, какая интересная дюна. Вот тут просто, да, полянище. Да, почистить бы это место, конечно. И просто такой, да, 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 выбегаешь. Так, 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 так. И мы уже на море. представляете как круто можно отдыхать можно попытаться даже спуститься нам осталось до обычного спуска дайте совсем чуть я думаю что не стоит туда влево отойдем там тоже никого нет можно отдыхать вообще просто невероятно классный идеальный можно сказать пляж через какая температура у морюшка да мы пройти не смогли спокойно мимо этого места тут такая очень красивая локация невероятная фотозона и даже захотелось честно сюда прийти поставить палатку и отдохнуть пошел покупался наверх поднялся и кайфану так ксения на что-то нашла кто это это палочник он правильно называется да здесь кого она разглядела не знаю вы увидите он думает что мы его не видим потому что с палочками слился на самом деле он взять все убежал также тут другие кузнечки присутствует и убежал ну и стрекозы сидят на веточках в общем кругом природа и красота все чем ближе море тем больше настроения и на самом деле очень рад что мы прогулялись посмотрел на эти места еще с другой стороны увидел такие секретные места как вот эта полянка со стоянкой с невероятным видом и это всюду есть спуски к морю вот сюда за бугорком тот общедоступный спуск а здесь у нас какой-то свой прикольно добро пожаловать ребята да секретный проход на секретный пляж если бы еще ощутили насколько горячий песок и прям бы кайфанулись от своих городах все ветра нет то здесь идеально просто 31 и 6 быстрее пожалуйста я даже не могу представить сколько там 32 уже температура то есть песок очень горячий и смотрите насколько свободный просто пляж сверху там все равно как оказалось больше людей то здесь вау эффект да круто температура воздуха поднялась до 35 тут пытаемся бы быстрее сбежать вниз ножки подгорают конечно люди такие люди бросают кучи мусора его честно меньше даже чем было в прошлый раз это очень хорошо все еще все пора раздеваться можем пойти вправо можем пойти влево пойдем влево что на ту деревяшку еще спуск вот он если мы допустим от парковки идем в левую сторону то приходим именно на этот пляж я не знаю мы хотели пойти на лестницу нудийский пляж но что-то бац в последний момент решили погулять и развернулись пошли в левую сторону потому что увидели что здесь людей меньше чем там здесь пляж более свободен смотрите какие пространства значит от людей отойдем и будем уже отдыхать туда дальше пляжи поубирали друзья было больше мусора мой прошлый приход здесь сейчас стало гораздо чище думаю что мупа-напа делали добрые дела за что их можно поблагодарить просто от душе посмотрите какое мы место нашли себя для стояночки это наверное бутылки чтобы держать палатки мангал тоже клево когда не бросают уголь на берегу моря относят хотя бы туда его края чтобы пляжные территории были чище ее сегодня показывать не буду а то слишком много комментариев наскал все очень одену красный купальник он никому не нравится тридцать один и три у моря температура воздуха чистейшая водичка и просто фантастика все пока пока все отводу вода все залетела не остановить как говорится столько шли водичка на контрасте с воздухом действительно прохладная как водичка огонь и это хорошо тут дальше рыбаки у нас остановились много удочи по крайней мере вижу на той стоянке а людей нету где они прям большой большой вопрос там в море кто-то далеко плавает может быть это они кстати температура воды 24 и 1 вот такой вот пляж ребята пойдет тоже искупаюсь вам покажу чуть-чуть подводный мир ребята я там увидел дельфинов они идут сюда я попробуем быстро подключить вторую камеру подводную и заснять их вот они большая стая будет поймал рыбку наблюдать очень близко почти тебе аккуратно очень-очень-очень быстро выход есть в справку в сторону вода закипела сейчас вот это кадрик поблагодарим дельфинов за невероятное выступление весь пляж собрался ведет, в качестве дельфинов как сказать, надо сбоку пошел, пошел, пошел в долг вот так И вот они выходят, смотри, пошли-пошли-пошли-пошли, и выпрыгают, прямо возле земли. А, вот это дюмсинали, ребята. Не трогай, не трогай, вон не уйду, потом не вернится. Пять. Поведи. Все, все бросили свои дела, идут чисто за дельфинами, потому что у них тут шоу. Все, у нас дома. Ух-у-у-у-у-у-у-у. Аккуратно, мужчина! Ух-у-у-у! Ух-у-у-у-у! Ух-у-у-у-у! Ух-у-у-у-у-у! Чуть женщины не снесли. Ух-у-у-у-у! Еще-еще-еще, пошли-пошли! Ух-у-у-у-у-у! Ух-у-у-у-у-у-у! Ух-у-у-у-у-у! Арккуратно, короче. Ах-а-а! Вот это бомба! Ух-у-у! Все, заново родилась, она, короче, в восторге, величайшим просто. Круто? Как вам такие выступления от дедфина? Вот такие шоу бывают в Благовеснике. Точно, я очень надеюсь, что сняли как бы красивое кино. Если вы что-то увидели, разглядели, напишите, вам понравилось или нет, не зря ли я старался, ребята. Ну а теперь пора и мне занырнуть, посмотреть, какая там красота под водой. В чем какая благовещенская, что можно нырять непосредственно с берега моря. Поправляем камеру, пошли по гору. Посмотрите, сколько интересных камней можно найти в Благовещенской на пляже. То есть они со скал бывают, посыпаются и потом вы можете их разглядеть. Такая красотища. Не души меня. Ну что, как тебе водичка? Прохладно. Но купаться можно. 24 градуса на самом деле. Доброе утро! Смотрите, хочу вам показать, 40 градусов, вот лежит вон там вот градусничек и получается у нас такая температура от солнышка дает на песочек. Ну все, в принципе, суха позагорала, оделась уже, не переживайте, все хорошо, я тоже оделся и готовы уходить. Ребята, с левой стороны у нас ловят рыбку. Идиллия, ребят, у нас погода получается не особо испортилась. Я очень переживал, что придет северный ветер, но он с утра был холодный, я думал, ну все, как я думал, а теперь ветер теплый стал. Здесь вдоль берега вообще какой-то даже южак поддувает, видите, волна небольшая на море присутствует. Интересное сочетание, конечно, это брусфер, наверное, так вот разворачивает, крутит этот ветерок, но здесь прям вообще жаришка, тепло и классно. Высокий берег Анапы, большой трещ, здесь можно приезжать, вот Благовещенская, там где вот эти брусферы отдыхать, наслаждаться. Только единственное, самое главное, убирайте за собой и оставляйте чистоту. Если заберете еще чуть-чуть чужого мусора, вам вообще респект и уважение. Мы эти пляжи убирали лично, я, своими руками, с огромным количеством других очень хороших людей. Всем спасибо за это большое, даже Артурчик здесь был и Максим, все вы ребята красавчики большущие. Чтобы вы приезжали к нам на отдых и получали максимум удовольствия от отдыха здесь. И это было бы просто невероятно и классно. Я очень рад, что сегодня удалось встретиться здесь с дельфинами, показать вам настоящее шоу. Я надеюсь, что вам это понравилось. Это заслуживает лайка, подписки. И мы отправляемся обратно, я вам покажу еще немножечко дорожку. А также подписывайтесь на телеграм-канал Юрий Озаровский, я буду вам безумно благодарен. И буду очень рад вас видеть в контакте в группе Юрий Озаровский, Яндексен Юрий Озаровский. Ну а Ксю нам сейчас сыграет что-нибудь на прощание, морешко, да? Давай, кстати, посмотрим, как это звучать будет, интересно. Дебют. Ксения. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Такая вот обстановочка на наших пляжах. Приезжайте, море вас ждет и волнуется без вас. Ну а теперь пойдемте обратно, потихонечку. Припрощаемся с пляжиком, говорим ему даже не прощай, а до свидания. И вот здесь вариант второй подъема именно сквозь гору. Мы спускались вообще вот с той стороны, вот здесь есть такое местечко. Песок очень горячий. Если у нас там 40 показывало на песке возле моря, под солнцем, то здесь, я думаю, градусов 55-56. И здесь вот вообще нет ветра. Если ты вдруг заберешь, там, приходи сюда погрейся. В общем, невероятная красота этих пляжей. Фантастик. Чувствую себя как будто в августе. Действительно, стариколские летают. Вот, смотрите, собирают всю стеклу. Тут люди все пшечком ходят, а кто-то бутылки бьет. В общем, иногда думаешь, что в голове у тех людей, которые здесь живут на этой планете Земля. Будьте человеками. Вау, просто нашествие, старикос. Круто, да? Да, как в сказку. Такой вид. Вот она уселась. Красотка. Уже двух знаков таких прострельных спереди. Ну, не очень, так сказать, сложный подъем, потому что, даже не запыхавшись, его преодолеваем. И дальше уже практически по равнинной местности выходим. Бутылки валяются. Жалко, конечно, видеть такие места, как их загаживают люди. И смотрите. Отсюда видим косу голенькую. Там еще ребята продолжают катать на кайтах. Вот они, эти две таблички. И мы отсюда выходим, по этой тропинке, по нашему кварцевому песочку. Невероятные просто ощущения. Особенно, когда ты впадаешь в такие места первый раз. Тут целая экосистема. Дюн, конечно. Столбы с электричеством в эту сторону. На Бугасской косы идут. И вот мы вышли на дорогу. Здесь люди паркуют. Ох, сколько стрельков просто. Нашествие машины. Да, что с левой стороны стоит. Ну, а мы могли с вами как бы идти не в ту сторону, а поставить машинку здесь и сразу пройти сюда на пляж. Просто об этом проходе не все знают. Вот такие дела, дорогие мои друзья. Говорят, пользуйтесь, приезжайте, отдыхайте. Самое главное, мусор за собой не оставляйте. Кайфанули? Да. А это самое главное. Всем до следующего видеосюжета. Пока-пока. Под конец я все-таки еще выскажусь. Вот смотрите, все эти свиньи, скоты, которые сюда приезжали, бросали вот здесь мусор. Для кого вы вас здесь оставляли? Вы реально считаете, вы приехали на машинах сюда пешком не дойти? Привезли свое бухло, жрачку, поели и здесь бросили. Ну, что вы за твари? Вот даже вот не знаю, кем назвать, чтобы как-то и оскорбить, и других животных там, и кого-то других не обидеть. И это более-менее литературно звучало. Вот как такое можно просто после себя оставлять? Как вообще рука поднимается, просто выбросить мусор? Еще сюда только мы в машинах приезжаем. Мы очень далеко от всех населенных пунктов находимся, чтобы сюда прийти пешком, и как-то вот было тяжело с собой унести. Ну, хоть на пляже не оставили, хоть какой-то плюс есть. Гады, просто гады. Гады, просто гады. Гады, просто гады.